Поздравляю с восьмым... Стой. Нас походу одни парни смотрят. Да? Парни, с восьмым марта. Всем привет, мы снова с вами. У нас пора продолжение Бенедикта. Всем привет. Мы читаем, читаем дневничок. Дневник мамы. А, опять стройчка. Угу. Дорогой дневник. Сейчас снова семь утра, и ты знаешь, что это значит. Батяне там работают. Да. Калашматят ей прям к стенке, да? Угу. Линет не будет спать. Ребята, которых нанял отец, некомпетентны. Можно подумать, что он нанял профессионалов, но в городском цирке клоунов было хоть отбавляй. Ой, блин. Ух ты. Луис, кажется, я нашел еще одну ошибку в наших планах. Черт, ты пробил ее насквозь. А, это этот Луис. Молодой такой. Где этот проклятый запурный клан, клапан? Клан. Я ничего не вижу. Он должен быть на другой этаже. Да. Если только они не вмонтировали его в стену, мы не можем доверять ничему в этом месте. Черт, пойду позову на помощь. Посмотрим, сможешь ли ты что-нибудь найти. Откуда, черт возьми, эта вода? Боже мой. Луис, знаешь, это напоминает мне одну девушку, которую я встретил в прошлом году. О, привет. Фу. Типа, че? А че, фу? О. Преклатилось! Нашел тот клапан, да? Фу, ну, вентиль. Сначала ошибочные планы, а теперь ущерб от воды. Босс будет в шоке. Ау. Как он всегда вовремя. Да. Ну да, покажите еще поближе, конечно. Простите, мэм, за воду. Мы ее починим. Мэм, я выгляжу на 40. По шкале от 1 до 10, определенно. Ты можешь поверить этому клоуну? Это точно баба. Это должен быть он. А, это у нее выражение, она же к дневнику обращается. Типа, ты можешь поверить этому клоуну? Я начала совершать утренние прогулки. Думала, что это будет освежающе, так как я подышу свежим воздухом и уйду от шума. Оказалось, что благодаря воде строительный шум слышен повсюду. Офига себе так раздается. Ну да, по воде очень сильно звук передается. А свежий воздух не такой уж и свежий. Вы слышали о глупом человеке, который построил свой дом на песке? Но слышали ли вы когда-нибудь о его еще более идиотском кузене, который построил свой дом на болоте? На чертовом болоте! Я не понимаю, как ремонт может сделать этот отель лучше. Это как полировать дерьмо. Оно может и заблестит, но все равно будет вонять. Да, я снова смеюсь. Что еще я могу сделать? Как красноречиво сказала моя мама, хватит дуться, я застряла здесь с тобой. Мы хорошо посмеялись. Сегодняшние задачи будут включать в себя попытку больше улыбаться и выяснить, есть ли здесь вообще какое-то будущее для меня. Дорогой дневник, это был хороший день. Миранда и Вик приехали в гости. Они проделывали весь этот путь ради меня. Самые лучшие подруги, о которых только я могла мечтать. Извиняйте. Ты? Ты могла мечтать только о таких подругах? О которых я только могла мечтать. Это как это, маминой подружки. Ага. Я устроила им экскурсию по болоту, и они заверили меня, что я не сошла с ума от ненависти к этому месту. На самом деле оно им так понравилось, что вместо этого мы поехали в город. Чего? Это как? Я неправильно прочитала? Мы поужинали, а потом... О, ты не поверишь, что произошло? Ага. Я уже тут. А ты где? Ничего себе. 20 минут? Я думал, около 10 минут езды. В пабе есть туалеты. Почему тебе не поссать здесь? Не посрать. Ты сейчас на унитазе? Какого чёрта? Ладно, не торопись. Кое-что случилось. Эм, э, ты, э, та, горячая штучка в платье. Капец. Горячая? И кто же из нас? Красавица посередине, конечно. Ох, как всегда, Лин. Блин, он точно не батя Дерека? Да. Блин, у них все симпатичные, на самом деле, с одной справа. Ну, кстати, да. Могу я тебе помочь? Я увидел, как ты проходил мимо и решил остановиться, чтобы поздороваться. Он симпатичный, давай. Извини, ты выбрал не то время. Я сегодня с подругами. Мы идём в кино. Мы возьмём билеты, будь там в десять, хорошо? Виев! Ха! Они её бортанули! Ага, они хотят её тут сплавить. Подруги, да? Я оцениваю одиночество. Меня зовут Нил. А ты, Лин? Линет. Это только мои друзья меня так называют. Линет, так и есть. Это милое имя. Она тебе подходит. Какое у него гнездо на башке. Нил, меня часто приглашают на свидание, так что если это то, чего ты добиваешься, у тебя десять минут. Ух ты, ты спешишь. А ты нет. Я имею в виду, это ты остановил незнакомку на улице, чтобы назвать её сексуальной. И, к твоему сведению, ты и сам неплохо выглядишь. Ахаха, нифига. Это неловко. Мы не незнакомцы. Хотя, наверное, мой нерабочий вид нравится тебе больше, чем жилет и каска. Что? Вчера. Та утечка воды. Я хотел остановиться и ещё раз извиниться за это. Ты тот самый строитель? Вчера я работал на разрушении. Ха-ха. Дошла? Ты видел меня в нижнем белье. Дошло. Ха-ха. О, я не думал, что ты это заметила. Трудно не заметить, находясь в таком виде. Ау-у-у. Ха-ха. Точно. Прости за это. Вы, ребята, всегда меня будете, знаешь ли. Это безумие. Как много шума вы можете производить. Как будто каждый день это соревнование по доведению меня до сердечного приступа. Да, я пытался выключить звук шар бабы. Но кнопка, видимо, сломана. Шар бабы. Да ладно, это же смешно. Ещё раз прошу прощения. Мы просто делаем свою работу. Ты пробовала использовать беруши? Есть отличные? Можешь попробовать. Хм. А я тебя раздражаю. Отлично. Твоё время вышло. До свидания, Нил. И потом появился Джей. Сразу, да? Да. Подожди. У меня не было возможности пригласить тебя на свидание. Что я могу сказать? Ты всё испортил. Тогда, наверное, увидимся завтра. Скажем, в 7 утра. Пошёл ты. Это свидание. Даже если мы пропустили настоящую премьеру, мы сходили на крылья бабочки вместе, как мы и планировали. Хера у них кресло, блин. Какой-то супер-вип-зал какой-то. У нас в Новосибирске такие есть. Да? Мы дома такие сделаем. Ладно, у нас будет диван. Скай. Ну и кресло тоже будет. И этот фильм, я не могу найти слов, чтобы описать его. Это отстой. Я думала, наоборот. Облом. Я планировал посмотреть его. Ну а что, посмотрел бы, да? Оценил? Да. Сказал бы, фу, это действительно отстой. Не могу поверить, что мы ждали его столько времени. Слушай, я тут задумался. Столько всего. О, такой дневник толстый должен быть. Ну да. Так он и толстый, как книга. Ну, мне кажется, в таком много не запишешь, сколько он уже прочитал про нее. Ладно. У него был самый предсказуемый сюжет, и на его половине мы посмотрели друг на друга и посмеялись над тем, как все плохо. Но не важно, что фильм не оправдал наших ожиданий, мы все равно отлично провели время. Перед отъездом они подарили мне подарок, фотоальбом. Видишь, как книга вон, дневник. Чтобы я не забывала их, как будто я их когда-нибудь забуду. А он здесь толще выглядит, да? Я оставлю себе самую лучшую нашу фотографию, однако воспринимаю лучшую с долей сомнения. Оно что-то им пытается показать, что ли, типа? Не, накривляется. А-а-а. Честно говоря, большинство фотографий в этом альбоме были ужасными. У меня есть дурная привычка корчить рожи перед камерой, от которой не могу избавиться, пока не попытаюсь. Вот, пожалуйста. Смейся сколько хочешь, но эта фотография, пожалуй, единственная приличная. Если я забыла, что я на ней делаю, то я пытаюсь... Чего, блин? Если я забыла, что я на ней делаю, то я пытаюсь быть обезьяной. Мне так смешно от этого. Они стараются выглядеть как можно лучше, а тут еще я в таком виде. Да-да. В таком виде. Да-да, в таком виде. В такой позе. Да. Ну ладно, поза, ну блин, лежит и лежит. Так, это мамка, не смотрим на нее. Руки на стол. Да, все руки на стол. Честно говоря, я считаю, что помогла им выглядеть лучше. Так что на здоровье, Миранда и Вив. Теперь вы горячие штучки. Я сегодня много прочитал. Томми, ты? Блин, я на секунду чуть не прочитал. За Томми. Да-да. Ты даже, даже не Томми. Хотя он здесь, конечно, прям жестко похож. Я чуть не прочитал запретное слово. А! Все, я сегодня, говорит, много. Да, при том, что читал маленький дневник. Да-да-да. Брус на фотку еще такой, типа, смотрит. Я такой, чувак. Ужас. Ужас. Не могу поверить, что именно так они познакомились. Папа никогда не рассказывал мне таких подробностей. Эта фотография – нечто иное. Мне она нравится. Мама, ты казалась немного незрелой. Как и я иногда, наверное. Это обезьянье лицо бесценно. Лето закончилось. И мы встретили осень. И зиму. Я забегаю вперед. От отчаянных времен к обещаниям более счастливых. Наконец-то все изменилось к лучшему. По крайней мере, так казалось в то время. О, боже. Так. А, блин. Я пытаюсь понять. Это его арбуз. И колечко. В ее трусах. С ее фотографией и кольцом. Чувак – это все, что тебе светит. Ну, он точно, короче, потерянный чувак, на самом деле. Я тоже думал о том, что... Сегодня только обсуждали, что он... Такой, ну, дурачок просто. Безнадежный. Простодушный такой дурачок, при этом пытающий гнуть из себя что-то. Так. О, боже. Еще и похуй. Меня все время удивляют слезы. Типа, этот... Ну, автор классно умеет делать рендеры, но слезы он пока так и не научился делать. Они какие-то как будто серебряные. Как будто ртуть какая-то течет. Ну, да. Да, почитаем как-нибудь его эти заметки. Да, кстати. Там много инфы о том, как, чего он делал. Все-таки он один все делает. О, этот катается. А он все-таки не продал машину, я думаю, он продал. Продаст. О, все-таки, оделайся. Все-таки, да. Все-таки, прям пошла она. Ну, ничего, нормально выглядит, что. Ну, мне кажется, это, конечно, не ее. Так, а это все. Блин, как она сделала пирсинг под глазом. Да, не вообще какие-то, мне кажется, отбитые местами. В некоторых местах отбитые. Этим хорошо смотрю. Да. Так. А это по деньгах. Все, отлично. Я, кстати, не совсем поняла, вот я вспоминала даже сегодня этот момент, что Квина вроде как обокрали, я так думаю, что это был Винни. Как она выкрутилась-то в итоге? Слушай, ты вот сейчас про Винни сказал, я вообще про это не подумал. А ведь точно. Ну, мне кажется, что это явно был он, он ее обокрал, и вот, что, как она вообще выкрутилась, об этом нам ничего не сказали, не показали. Угу. Она, типа, подняла цены, но у нее не было даже товара. Ага. Как мне кажется. Ну. Давай, читай. Пиро раскроется дальше. Ну, некоторые вещи были другие. Некоторые вещи были. Другие не очень. Другие не очень. Наверное, он имел в виду, до этого что-то говорил, типа, все было ок. Угу. Все такое. Ой. А, я думала, какой-то, как это палево. Но пока непонятно. Чья это рука с тигром? Винни. Угу. А, ему пришлось к нему, типа, обратиться, раз другого варианта нет. Винни, ему сказали. А, они же не ладили. Угу. Я так понял. Дело в том, что перемены наступали для всех. Люди приходят. Да ладно. У кого? В смысле, у кого? Кто беременный? И люди уходят. И люди уходят. Так. Да, даже учителя. Учителя. Угу. А некоторые даже возвращаются. Кто это? Это круговорот в колледже. С этими изменениями появляются новые возможности выбора. Что ты таки? Бывшая я. Бывшая я. Бывшая я. Она пипец, как на Джейд, похожа. Ну, здрасте. Ну, она симпатичная, конечно. Ну, чего они обнимаются за себя? А, может быть, они, ну, типа, знал он ее, да? Они же, типа, этот... Ну, они же нормально разошлись-то, без руганий и все. Я не чувствовал, что смогу поверить... Что могу говорить с Джози и Майя о том, что происходило в моей жизни в данный момент. Какие колесетки идут такие. Майя была занята своими собственными заботами. Нервная компания. Не так ли? Я пытаюсь снять напряжение. Если это не сработает, я не знаю, что еще делать. А, они идут, это, с отцом Сейдж разговаривать. А, нифига себе. Я, честно, вообще... Вот ты хорошо запоминаешь. У меня просто с памяти вообще туго. А ты хорошо запоминаешь эти все штуки, вещи. Кстати, кто-то правильно сказал по поводу того, что там, говорит, на 10 минут, но, скорее всего, вы, говорит, на 20 растянете. Это мы, это же мы. Ты не облегчаешь мне задачу. Прости. Мне кажется, что я уже слышал от тебя это раньше. И смотри, теперь у тебя есть еще один шанс. Если это не сработает, я уверен, что появится другой план. Сейдж, я не буду винить тебя, если не сможешь мне помочь. Я хотела, чтобы это было сказано раньше, чем ты это... Чтобы ты это знала. Я благодарна тебе за то, что ты вообще хочешь мне помочь. У тебя не было причин. У меня есть свои причины. Может быть, поэтому я нервничаю? Да, все будет хорошо. У меня прямо здесь группа поддержки. Майя, могу я упомянуть несколько вещей, которые могут возникнуть? Да, все, к чему ты хочешь меня подготовить. Хорошо. Джей. Что случилось? У меня плохое предчувствие. Эй, не так громко. Они не должны больше слышать сомнений. Да, поэтому я ей сказала... Что это за плохое предчувствие? Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Опять. Сначала было бесплатное обучение, а теперь это. Мой отец всегда говорил мне о заключении сделок. Если кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то обычно так оно и есть. Теперь я поняла, что он имеет в виду. Я знаю, что Сейдж хочет как лучше, но почему ее родители так заботятся о человеке, которого никогда не видели? Что они собираются делать? Дадут ей денег? Заплатят за ее колледж? Вот, блин, сомнения, а? Я рад, что ты спросил об этом, потому что я понятия не имею. Я не хотел давить на Сейдж по этому поводу. Да, я тоже. Хотя она и поняла, почему Майя посвятила меня в это. Сейдж была немного обескуражена. Она сказала нам, что разберется с этим, и это заставило меня задуматься. Знаешь, какого черта мы тут делаем? Суть по всему, эксклюзивное лобби. Блин, я до сих пор не понимаю, что Сейдж может сделать для Майи. Реально денег они как-то... Ну, выпроси деньги, да, по сути. Может быть, какой-то кредит? Типа дать денег в рассрочку там на какой-то период? Не знаю. Это очень странно на самом деле. Угу. Давай оставаться оптимистами. Хорошо, мы почти пришли. Спасибо, что пришли с нами сегодня. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы останемся одни, если нам нужно будет поговорить наедине. Не беспокойся обо мне и Джея. Мы будем рядом, если тебе понадобится. Глядываясь назад, я продолжаю удивляться. Как, блядь? Я это пропустил. Я объясняю это тем, что никогда не задавал правильных вопросов. Думаю, именно стены в коридоре впервые вызывали у меня плохое самочувствие. Или это был слишком знакомый запах? Когда я вошел в их дом, как будто мое тело было на автопилоте. Ой-ой-ой. Оно не понимало того, что уже врезалось в мой мозг, как грузовик в замедленной съемке. Что там? Кто там? Подождите здесь, я схожу за ними. В моей голове было только одно слово. И оно постоянно повторялось. Черт. Черт, черт, черт! Что, блин? Нет! Не может такого быть. Да вы прикалываетесь. Да ну нахер. Да не может такого быть. О, боже. Знаешь, я вот даже сейчас смотрю на фотку, у меня такое ощущение, что эта фотка просто тупо поставили сюда. Все очень плохо. Ой-ой-ой. Ты понимаешь, что сейчас придут... Да я понимаю. Но он по запаху уже до этого зашел и понял этот аромат. Нам не надо, не стоило связываться с Джейд. Которую мы обидели и сделали выбор ради ее дочери. Да, пиздец. Да как такое вообще возможно? Автор, блин! Взрослые такие... Охренеть! Черт! Ладно, это слишком длинно. Давай дальше. А че это такое вообще? Хэллоуин! А у нас Хэллоуин сейчас? Ну да. Да ладно. Осень. Ну мы переместились, видимо, чуть-чуть вперед к вечеринке. Вот это мультики. Так. Мы куда-то едем. Куда-то кто-то с кем-то едет. Быстрее! Зойку. Все, интерлюдия значит идет. Я езжу так быстро, как могу. А вот и нет. А вот и да. Это мы с тобой. Подмотри. Ну так все время подколоть. Крутишь педали, как девчонка. Ну, это девчачий велосипед. Может, в этом причина? Давай, быстрее. Это реально мы с тобой. Мы часто так говорим. А вот и да. А вот и нет. И спорим. Так, они учатся. Все прикольно. Серфинг is alive. Он не раскрывал в начале их историю. Он там как-то сказал, что там были отношения в начале. Коротко все. Она рисует, как и ты. Я не рисую уже давно. Ну, вообще, да, это мы. А ты на гитаре играешь? Давай. Нет, играй вчерашнюю. Я ее точно не помню. Помнишь? Ты опять за это? Может, хватит? Ты про что? Я не помню, какую именно песню ты имеешь в виду. И когда я говорю, что не знаю или не помню чего-то, ты не можешь просто сказать помнишь. Потому что я не помню. Ага, но ты помнишь. Было здорово, и ты еще делал такое лицо. Да ладно. Да, ты всегда так делаешь, когда играешь что-то сложное. Ну, я не помню, что это была за песня. Но... И не говори, что помню. Ну, ты помнишь. Ладно, хочешь пива? Не. Нет, я понимаю, но это не объясняет... Пожалуйста, выслушай меня. Это все записано в ее блокноте. Она всегда принимает назначенные лекарства. Или ты заглянешь в блокнот... Если ты заглянешь в блокнот, то... Серьезно? Нет, того не может быть. Хорошо, я приду. Нет, все в порядке. До завтра. Я попрошу Бобби подменить меня. Скажи ей, что я буду, когда она проснется, хорошо? Пока. Что с бабушкой? Господи, Зоя, ты меня напугала. Что с ней? Что-то случилось? Я это чувствую. Твоя бабушка, должно быть, перепутала лекарства. Тетя Джолин нашла ее на полу, когда навещала ее. Ой. С ней все хорошо? Она без сознания, но она в хороших руках. Сейчас она в больнице. Проводится какой-то токсикологический анализ, чтобы выяснить, что она употребила. Я поеду туда завтра, возьму выходной на работе. Я тоже поеду. Нет, не поедешь, у тебя школа. Бабушка важнее. Да ладно, мам, бабушка гораздо важнее тригонометрии. Это не обсуждается, и все будет хорошо. Это мое пиво? Сколько раз я уже тебе говорила? Никакого алкоголя в этом доме, пока тебе не исполнится 21. Ответить. Вообще, Зоя, я так понимаю, такая дерзкая должна быть. Смело с твоей стороны думать, что я буду здесь, когда мне будет 21. Закончи школу, и тогда пей. Мам, послушай, к черту пиво, а как же бабушка? Школа на первом месте, я передам ей привет. Не привет. Скажи ей, что я люблю ее. Истощила пиво. Угу. Что случилось? Ты выбираешь. Ничего, второе. Ничего. Ты говорила про эту... Ты говорила про эту песню? Да, видишь? Ты помнишь? А мы не слышим музыку, да? Ты слышишь музыку? Ну, я слышу какую-то музыку на заднем фоне. А где же гитарная музыка? На гребне волны. Интерблюде. Угу. Так, геймер. Она пластинку смоет, да? Ты ведь шаришь в матане? Типа того, да. И в тригонометрии? Весной буду ее изучать. Ты завалил матан? Угу. Пересдача на финишной прямой. Сдашь как-нибудь. Ты ведь никуда не спешишь. А если бы спешила, ты бы пошел со мной? Куда? Не знаю. Может, в какое-нибудь жаркое место, типа Майами. А что нас ждет в Майами? Пляжи... Пляжи, блин. Пляжи и вечеринки. Звучит заманчиво. Я с тобой. Деньги где брать? Я так не думаю. С чего бы? А как же колледж? Да. Но разве у них там нет колледжа? Есть, наверное. Поужинаем вечером у тебя. Разве твоя мама уже не приехала? Она сказала, что уедет на день, но кто знает. Возможно, только чтобы убедиться, что с бабушкой все в порядке. А твой папа? Отчим. Ненавижу, когда называешь его папой. Просто так проще. Тогда зови его Флойд. Таскает где-то грузы. Какая разница, где он? Забей. Поужинаем вечером у меня. Я скажу папе. Позже. В кои-то веки дом в нашем распоряжении. Хочешь повеселиться? Как? Поставим шитфейст на фон, пока будем опустошать очередную мавину бутылку. Не думаю, что будет разумно идти на ужин пьяными. Отец наверняка расскажет обо всем, Эллисон. Какой у тебя вывод. Ну, конечно же, верхний. Возможно, ты прав. Родители так любят правила, но готова поспорить, они не следовали им, когда были молоды. Может. Они хотят, чтобы мы были лучше, чем они. Да, согласна. Принятие желаемого за действительное? Ну, что ж. Не пьем, значит. А как насчет металла и траха? Блин, ты права. Дом же нет никого. Можешь впервые громко стонать. Ага. Потому что это так горячо. Я хочу услышать, как ты это делаешь. Ты всегда такой тихий. Как будто ты не кайфуешь или типа того. Надеюсь, ты опять шутишь. Докажи. Если музыка будет громче твоих стонов, ты проиграл. Интересно. У них проигрыватель интересный. Угу. Это приставка как будто. Ну да. Дисковый какой-то плеер. Убавь громкость. Стонай. Ааа. Что это было? Ты стонешь или мычишь? Спасибо за поддержку. Давай, малыш. Повторяй за мной. Так. Горяченькое закончилось. Можно продолжать. Ты хреново стонешь. Но с этой битой больше мы не нужно. Спасибо, наверное. По пиву? Мы же потом идем ко мне. Ты не забыла? О, пиздец ты, пузька. Я предположила пиво, а не шоты. Ой, предложила пиво, а не шоты. И все же я пас. А я буду. Да, она прям очень такая против правил бунтарка. Ага. Такая, как я бы ее назвал? Ааа, это синие волосы я из этого, из Life in Strange. Да, 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 да. Я уже сама забыла, какой его зовут. Он мычал, как горова. Вот вамура. О, мам. Ты уже вернулась? Ой, блин. Зои. Пиво? Да знаю, какая я плохая. Я... А, я бы сразу понял. Я сразу тоже. Бабушка умерла. Да. Умерла? Нет. Нет, ну ты говорила... Ты говорила, что все в порядке. Может, они поругаются. Знаю, мне так жаль. Может, они сейчас поругаются, походу, на этой почве. Она же не дала ей балушку увидеть. Да, все, может быть. Но она собиралась ехать завтра, а не сегодня, по идее. Да. Дорис, когда уходит кто-то из близких, у нас остается много вопросов и пустота, которую мог заполнить только ушедший. Пока вы храните воспоминания о Дорис, она никогда не уйдет по-настоящему. Бабушка, бабушка, смотри. Я смотрю, милая. Во что ты играешь сегодня? Я занимаюсь серфингом. Правда, это как? Стоешь на доску вот так. И пытаешься удержаться на ней, а потом повсюду... Отовсюду приходят большие волны. Звучит здорово. Ты хочешь заниматься этим, когда вырастешь? Да, и я буду лучшей. С днем рождения, милая. Это свитер. Я знаю, ты говорила, что не хочешь никакой одежды. Но на той, что ты носишь, столько дырок, что я подумала, тебе это пригодится. Да, она вообще не вникает в то, что у нее в свой стиль. Спасибо, мам. А это от нас с Альбертом. Благослови его, Господь. Точно знаю, что он хотел бы быть здесь с нами сегодня. И я думаю, что он сейчас смотрит на тебя и улыбается. Ты выросла такой душенькой. Душенька не попадает в неприятности в школе и не получает взыскания. Надо же было ему что-то сказать, бен, ляпнуть. Не сегодня, пожалуйста. Замечательно. И не забывай об этом. Ого, скейтборд! Это, конечно, не доска для серфинга, но продавец заверил меня, что это хороший старт. Доска для серфинга? Опять об этом. Это не серьезно. Коби, в лучшем случае. Да, а водить грузовик типа серьезно? Напомни, чем тебе помогла школа? Я сказала, не сегодня. Не слушай его. Ты сможешь стать кем захочешь. Люблю тебя, бабушка. Короче, бабушка у них была такой центр, которая поддерживала равновесие. У нее больше было связи с Зоей. Все-таки контакт. Печально. Резко поменялось настроение. Скорее, поэтому она и бунтарка, что у нее отчим какой-то, блин, опять говнюк. И близость была только с бабушкой. Зоей, ты должна что-нибудь съесть. Ответить. Думаешь? Я не знаю, хорошо ответить или плохо. Я боюсь, что она начнет. Ну ладно, давай. Я не голодна. Тебе может так казаться, но еда поможет. Съешь хотя бы немного. Меня все настораживает, что они поругаются, походу, на той почве, что... Ну почему-то мне кажется, что вот эта тема всплывет в итоге в разговоре у них как-нибудь. Хотя, не знаю, автор, конечно, умеет удивлять. Ну вообще, будь что будет, мы на это не повлияем. Джей заходил, когда ты спала. Хотел передать тебе их. Я оставлю на твоем столе. Ну, начала лопать. Я бы, наверное, если бы в такой ситуации была, я бы с Джеем только обнималась и все. Я бы его не отпускала. Для меня мурашки пошли. Научить серфинг вместе с другими новичками. Короче, да. Она решила. Это знак для нее такой. Значимый момент. Вот она собралась, короче, видимо. Ну да, это такой, может, переломный момент был с бабушкой, который, наконец-то, ей напомнил ей о том, чего она хотела все это время. Мощно. Хорошо, в принципе. Когда можешь реализовать какие-то свои идеи. Ну, только такое чувство, как будто они остаются. Да, видимо, потому что... Ну, она же говорила, поешь со мной. Она говорит, да, да. Она такая, я что-то сомневаюсь. Она, видимо, понимала, что... Угу. Уверен, что не можешь поехать. Ты мог бы просто взять и поехать со мной. О-го. Угу. Я хочу, но не могу. Я хочу сначала закончить школу. Эх. Но ты не можешь подождать до следующего лета. Я не могу найти в себе силы сдать этот предмет. Я больше ничего не чувствую. Мне нужно это сделать. Братья-бабушки. Она была единственной, кто верил в меня и мою мечту. Я делаю это ради нее, но и для себя тоже. Мне нужно снова что-то почувствовать. Я понимаю. Итак, вот мой поезд. Да. Что дальше? Я не знаю. Я не умею прощаться. Помахаем рукой? Нормально. С парнем помахаем. Помахаем рукой, да. Или так... Так удивляется, как будто, блин, они не встречались в это время. Возможно, она не совсем умела проявлять свои эмоции. Угу. Просто, чтобы ты знала. Твоя бабушка не единственная, кто в тебя верит. Не очень убедительно, как будто по ее взгляду. Угу. Дай знать, когда доберешься туда. Да, скажу. И если будешь иногда видеться с моей мамой. Я буду заходить к ней время от времени и разговаривать. Благодарю. Спасибо. Это важно для меня. Без проблем. Вот и все. В последний момент что-то хотелось сделать. Блин, это больно. Это жестко. Вот дерьмо. И все. Кто-то напротив? Да, вроде просто сидит, думает. Как будто она на кого-то смотрит напротив. На нас. А вы, ребят, кто смотрит не подписавшись, можете подписаться. Подписаться. Пока мы едем. Угу. Смотри, а анимации там наделал. Ну. Что это у нее? А, ручка? Угу. А, сейчас свету ставит. Вандалистка. И не показали, да? Или покажет? Покажет. А, хера себе. Ничего она так наследила. А телефоны в то время были? А, ну да, были. У него же был смартфон в руках. Билет, пожалуйста. Дневник Зоев. Белый верхний угол. О, спасибо. Так, ребят. Это нам, конечно, будет. Блин, это обидно. Да, тут, конечно, прям. Хорошо, он написал, что, типа, все, я еду в поезде, бла-бла-бла. Может, мы в будущем вернемся к нему и перечитаем потом? Слева как будто мем нарисован. Ага. Еду, все хорошо. Скоро буду на месте. Сейчас самое время сказать тебе, что ты кое-что забыла. Не пугай меня так. Лол, не пугай меня так. Пока у меня есть кошелек, телефон и блокнот, я могу проложить без всего. Прожить. Я могу прожить без всего остального. Кажется, мы друг друга подменяем. Когда у меня более-менее четко, у тебя начинаются затыки. Ага. Хотя чаще у меня. Ну вот. Окей. Я, наверное, сойду с ума, если окажется, что я не взяла зарядку. Но деньги есть. Что ж, куплю тогда, если это так. Вот. Она правильно размышляет. Ага. Какие односложные ответы. Что ты нажал? Ты в порядке нажал. А, ну ладно. Видимо. Ты в порядке? Я в порядке. Просто немного тяжело сейчас печатать. Конечно. Депрессион. Еще не дома? Иду пешком. Ха. Ты никогда не мог делать два дела одновременно. Думаю, наверное, кажется, что она так легко уехала. Ей сейчас так легко, кажется, да? Угу. Такая уже на веселье. Потом напишу. Вот. Сан-Диего. Ой, как красиво. Особенно справа. Ага. Все понимают, куда ты направляешься, когда говоришь, что едешь в Калифорнию. Угу. Эй, это все еще Калифорния. Здесь дешевле, чем в Лос-Анджелесе. Извините. Здесь дешевле, чем в Лос-Анджелесе. Но волны такие же, если не лучше. Угу. Может, это чушь, но на том сайте было так написано. Первый вопрос от друзей. Поеду ли я в Тихуану? В Хуану? В Тихуану. Недалеко от границы есть пункт пропуска, работающий только в одну сторону. Проедешь по этой дороге, и тебе пиздец. Или если проедешь в Мексику, смотря как посмотреть. Угу. И отвечая на их вопрос, нет, я не планирую ехать в Мексику. Но опять же, я не планировала приезжать и сюда. Просто так получилось. Просто жизнь. Бабушка, ты не должна была оставлять мне эти деньги. Все твои сбережения пропадут из-за меня. Ну, по крайней мере, та часть, которую ты оставила мне. Не могу поверить, что я получила больше, чем Джол... Джолин. Это выражение на ее лице... Ээээ... Проехали. Ты всегда поддерживала меня в моих стремлениях. Но они стоят денег. Джолин? Наверное, сестра какая-нибудь. Я обещаю, что этих денег хватит настолько, насколько я смогу. Я здесь не для отдыха. Какая она желтая. Угу. Мне лишь нужно... Найти какую-нибудь цель в жизни. Угу. А еще, блять, узнать, перейдут ли мои потрясающие навыки скейтбординга на доску без колес, рассекающую большие океанские волны. Нет лучшего времени, чем это, чтобы приехать сюда. Сезон серфинга уже настал. Он продлится до ноября. У меня есть время разобраться с этим. Самое лучшее во всем этом... Это свобода. Я люблю ее, но мамины правила никогда не приносили мне ничего хорошего. Вот это свобода. С большой буквы С. Одна в новом городе. Без мамы, которая говорит, что можно, а что нельзя. Алкоголь запрещен. Прошу прощения. Тебе нельзя пить, если тебе не 21 года. Ты не могла этого не знать, дорогуша. Мне 21. Мне кажется, проверить можно. Ну да. Может так? Угу. А если я буду употреблять его в своей комнате? Нет, это тоже запрещено. Вот она, взрослая жизнь. Только хотел сказать. Приходя в бар, ты должна надевать этот красный браслет, и мы сотрудничаем с другими хостелами и барами в этом районе. Так что мой совет, всегда носи этот браслет. Вот дерьмо. Просто лозунг этого выпуска. Дерьмо. Кстати, по поводу выпуска. Илье. Илье. Спасибо, хочу сказать. Он сейчас очень много нам советует, помогает. В плане, вот он помог, собственно, с третьим сезоном, помог с этим переводом. То есть, ускорил процесс, скажем так. Илья Морозов, спасибо большое. Угу. Кстати, что-то еще хотел сказать. Ладно, потом, если вспомню. Мне интересно, как она засунула скейтборд. Зацепила за рюкзак вот так. Ну, я думаю, у них есть какие-то приспособления для этого. Отстегивается, наверное. Она выглядит, в принципе, нормально. В смысле, я имею в виду счастливый, что ли, скажем так. Похер на Джея вообще. Не знаю. Я, наконец-то, здесь. Мне нужно найти друзей, которые смогут купить мне пиво. Поезд не сошел с рельсов. Я села и... Я села, блин. Я цела и невредима в Сан-Диего. Это хорошо. Уже нашла хостел? Ага. Или, скорее, тюрьму. Я не могу понять, потому что здесь заставляют носить этот ебучий браслет. Браслет? Для чего он? Алкогольные правила. Зеленый браслет означает, что можно веселиться. Красный, что твоя жизнь все еще отстой. У меня красный. Ты что-нибудь придумаешь? Обязательно. Как хостел? Чище, чем у нас. Хотя здесь странный запах. Приходится делить комнату со всяким, кто заедет. Как-то не очень. Нужно найти что-то более уединенное. Это твой первый день. Уверен, что найдешь. Ладно, пойду погуляю, потом напишу. Я, кстати, вспомнил, что хотел сказать. Говорили, что интер-люди, что, мол, там только Даша, короче, одна практически будет работать, потому что, типа, там в основном... Ну, мы играем за Зоей. Ну, как бы у меня тут хватает. Пока. Не знаю, может что-то изменится еще. Занятие по серфингу день первый. Это... Это что-то с чем-то. Знаешь, когда тебя учат кататься на лыжах и говорят, как правильно ставить лыжи. На серфинге нужно сперва научиться кататься на банане. Но мы начали не в воде, а на суше. Во время первого урока мы почти не намокли. Мы узнали о гребле, анатомии доски для серфинга, о том, как правильно встать на доску и как правильно держаться на ней. Всему этому нас учили на песке. Ну да, это нормально. Инструктор также рассказал нам о подготовке, опасностях, приливах и отливах. Знаках и еще куча другой информации. Удивительно, мало было рассказано о том, как кататься на волнах. Но ведь в этом и суть серфинга. А получается, что большую часть времени ты даже не на доске. Совсем не то, что я представляла, когда ехала сюда. И, как оказалось, первое правило местного серфинга гласит, всегда катайся с напарницей. Так что мне пришлось найти такую. Я Эмма. А тебя как зовут? Эмма Уатсан. Зои! Классное имя. Не похоже, что ты отсюда. Как бы мне этого не хотелось, но да, не отсюда. А ты? Родилась на пляже. Умру на пляже. Ты живешь здесь всю жизнь, а серфингу учишься только сейчас как-то... Как так? Тебе доводилось слышать о домашней слепоте? Чего? Нет, никогда. Я встретила туриста, который рассказал мне об этом. Я так думаю, что это когда ты живешь в каких-то условиях, но не замечаешь каких-то особенностей. Или там не пользуешься какими-то преимуществами этого места. Типа того. Он приехал сюда и такой... Вау, этот город такой удивительный. Держу пари, ты плаваешь и занимаешься серфингом каждый день. А я такая, не, вообще-то нет. Итак, домашняя слепота, это когда ты всю жизнь живешь в каком-то месте и настолько привыкаешь к нему, что не видишь в нем что-то потрясающее. Это если бы я арбуз не ел. Ага. Мне нужно было встретить паршивого туриста, чтобы полюбить родной дом. Так что вот. Теперь угадайте, откуда я? И Даша. Ага. Я не отсюда, сразу скажу. Ну, на данный момент здесь. А вообще так. Это как я радуюсь снегу, когда он здесь идет. Так, те, кто знает, не пишите. Я знаю, кто из вас знает. Я вас всех знаю. Я учусь серфингу. Это как, когда приезжаешь куда-нибудь на море, а местные не плавают вообще. Ну, это же нормально. Потому что им это присытилось. Да, да. Они не видят в этом ничего такого необычного. Звучит здорово. Что касается меня, то я всегда хотела заниматься этим. Но там, откуда я родом, нет волн. Так что скейтборд стал моей любимой доской. Что ж, ты нашла волны. Ну, мне нравится. Мне нравятся твои татухи. На моих сиськах? На сиськах? На теле. На тебе столько крутых рисунков. Ха-ха. Я хочу презентацию их работы. Товар. На лицо. У нас небольшая студия, но что-то дозарабатываем. И мы набиваем друг друга бесплатно. Я тоже так хочу. Звучит круто. Звучит круто. Так и есть. Я заметила твой блокнот. Ты тоже рисуешь, да? В основном наброски и каракуля. Я... А, и много слов. Не назвала бы себя художницей. Мне нравится занимать себя, когда скучно. Поэтому я ношу его с собой. Можно мне посмотреть? Типа личное. Некоторые записи это слишком личное. Не хотела обидеть, если что. Это как дневник. Эй, без обид. Вот, я нарисовала это несколько месяцев назад. Ага, это просто 3D-шка обработанная. Выглядит круто. Кто это? Сейчас бугра. Мой лучший друг. Он приехал с тобой? Нет, тут только я. Херовый друг. Друг, блин. Ни хрена себе, друг. Зато у тебя есть напарница по серфингу. Я покажу тебе окрестности. Ты ищешь работу или просто путешествуешь? Пока не искала, но собиралась. У тебя есть что-нибудь на примете? Тату? Татушкой. Мы обсуждали возможность нанять помощника для записи клиентов. Ты можешь заниматься бронированием и прочим. Да. И шутка давай. Да, ты сегодня что-то прям такая... Ты с кому строгая. Сутка, сутка. Заниматься бронированием и прочим? Я могу делать и то, и другое. А вот и наш маленький уголок. Тату. Вы реально назвали это место татуировки? Это была идея Брэта. Клиент знает, что он получит. Никаких вопросов. Ну, хорошая идея. Но нельзя назвать ресторан еда. Необходим бренд. Кроме того, разве ты не говорила, что вы также делаете пирсинг? Как об этом узнать из этого названия? Скажи это Брэту. Вот он. Он вылитый Брэд. Ага, Пит. Брэд. От слова Брэд. Брэд. Это Майами, бич. А чё не прочитал? Ой, сорян. Я чё-то расслабился, короче. Мультики смотрят, сидит тут. Да, да, да. Она даже читает, а я сижу. Что сказать Брэду? Это Зои. Она считает, что название твоего салона полная хуйня. Ай. Могло быть лучше. Я о том, но что оно могло быть и лучше. Вы обе можете пойти нахуй. Я горжусь им. Подожди. Ты же не клиент. Ты же не клиент. А если бы и была, ты только что послал её нахуй. Да, какого хрена? Ты только что упустил мои бабки, Брэд. Какая прекрасная была бы работа. Ты у нас чистый холст. Не так ли? Нетронутый иглой. Я буду твоим первым, если позволишь. Ответите. Держи свою иглу подальше от меня. Зои новенькая в городе. Она ходит со мной на занятия по серфингу. Я сказала ей, что у нас может быть для неё работа. Что думаешь? Ты реально заставляешь меня нанять помощницу? Я пиздецю стала бегать между прилавком и клиентом. Они всегда появляются, когда мы заняты. Так что да, Зоя будет их записывать, а мы заниматься тату и пирсингом. У тебя есть опыт работы или что-то типа того? Ты когда-нибудь имела дело с деньгами или клиентами? Нет, но ты уже выразился наилучшим образом. Я чистый холст. Но плюс в том, что ты можешь написать или нарисовать на нём всё, что захочешь. Она освоится. Мы ведь смогли заставить Иону работать, не так ли? Я вас слышу, ребята. Игла шумит не так сильно, как вы могли бы подумать. Можно попробовать. Но пока не обещаю, окей? Если я могу параллельно посещать занятия по сёрфингу, я не против. Отлично. Ауч. Первый рабочий день. Нет, пока ещё не рабочий. Новая сумка. Интересно, чья она? Розвенькая. А, красный браслет. Ещё одна потерянная душа. Так. У меня был замечательный день. Приступила к занятиям и нашла на работу, наверное. Всё ведь так же легко, как ездить на скейте? С чего ты взял, что кататься на скейте легко? Ты едва можешь стоять на доске. Я имел в виду тебя. Я ещё не добралась до интересных вещей, но на следующем уроке это произойдёт. И лол, я соскучилась по твоим псевдо-эмодзи. Мне нужно купить гидрокостюм и собственную доску. Мне сказали, что их можно взять на прокат, но я хочу собственное снаряжение. Похоже, у тебя много дел. Спросить. К чему троеточие? Не к чему. У нас уже за полночь. Чёрт, точно, забыла. Спокойной ночи. А, день у них ещё, что ли, здесь? Нет, вечер, а у них уже ночь. Ну, типа, там разница, может, часа два-три. Понятно. Я что-то... О чём-то подумал сейчас, когда они общались. А, о том, что она уехала, и он потом, типа, перестал про неё говорить вначале. Да, я тоже хотела. А теперь показывают, что они всё это время переписывались, что ли. Значит, где-то настанет момент, когда они либо поругаются, либо... Он, наверное, опустил эти детали, что, типа, вот она уехала, и мы резко расстались. Ну, тогда бы он знал, где она и чего, и что она приедет. Просто, скорее всего, типа, они со временем потеряли связь, и, типа, она там осталась. Я думаю, автор доведёт этот момент. Нет, потому что он там писал, что концовка и вообще все детали будут раскрыты до конца. Без этого, как бы, не планируются концовки. А мне вот стало интересно, почему... Или нам просто так показывают, но как будто Зоя пишет Джей, а Джей ей вообще не пишет сам. Не знаю. Она им отчитывается о том, как день проходит. Как дела, Зоя? Так же, как и час назад. Пока ничего. Ты уверен, что телефон работает? Да, работает. Аймейл? О, мы как раз получили письмо. Нет, подожди. Там говорится об увеличении пениса. Это твоя личная почта, Брэд? Они, должно быть, перепутали меня с Иоанной. Пососи, Брэд. Хороший брать. Ты рисовал мой член. Об этом не забыть, даже если попытаться. Иоанна, это парень. Я почему-то сначала думал, что сейчас будет девушкой говорить. Подожди, ты татуировал его член? Да, было дело. Это был самый короткий сеанс на тату в моей жизни. Да. Пошел нахуй. Зачем тебе татуировать свой член? Чтобы сделать его похожим на дракона. Девушкам это нравится? Не знаю, но парням нравится. Ха-ха, понятно. Ой, прости. Без проблем. Я обычно пролетаю под... Пролетаю под гей-дарами людей. Чего? Ладно. Эй, похоже... Брэд, похоже, очень смелый раздел тату на интимном месте. Ха-ха, нет. Он знает, что в моих глазах он пипец какой уродливый. У меня на него не встал. Даже если бы я очень постарался. Хе-хе-хе. Уродливый? Ага. К твоему сведению, я загорелый ловелас в обтягивающих штанах, как у европейца. Ты Брэда как педика озвучиваешь. Да похеру. Хе-хе-хе, да похеру. Интересная специфика. Да ладно. Ну ладно. Так. Так, какой ты максиканец. Макси. Ебать, народ, у нас клиент. Привет, добро пожаловать в татуировки. Чем я могу вам помочь? Я хочу тату в виде черепа на икре. Икре. Что-то вроде этого. О, твой рисунок. Это просто грубый набросок. Я подумал, что мне тут помогут немного его доработать. Просто череп на рисунок. Конечно, может как-то так. Как насчет этого? Что скажешь? Это выглядит круто. Иона, ты же хочешь... Ты же хорошо разбираешься в черепах, да? Я лучше всех разбираюсь в черепах. У меня есть клиент для тебя. Пришли его сюда. Спасибо за помощь. Без проблем. Тут, тут. Доброе утро. Черт, как приятно видеть тебя здесь. Как дела? Брэд. Иду. Так как дела? У вас всегда так спокойно. По-разному. Большинство клиентов приходят без предупреждения. Без предупреждения. Большинство клиентов приходят без предупреждения, так что нужно уметь ждать. Правда? А че так? Они туристы, желающие получить сувенир на память. Что касается других клиентов, то у нас серьезная конкуренция в этом районе. У нас не самое привлекательное заведение. Не говори Брэду, что я так сказала. Зоя, это ты нарисовала. Ага. Да, я просто немного подправила его идею. Это прям на уровне наших рисунков. А точнее, рисунков Ионы и Эммы. Ой, какого черта? Подожди, это очень даже неплохо. Ты рисуешь, Зои? В основном всякие наброски в своем блокноте. Да и все на этом. Можешь рисовать что-нибудь, пока нет работы. Если выйдет годно, мы могли бы использовать твои наброски в качестве трафаретов и вдохновения для клиентов. Плати мне за это. Давай. Если будешь за это платить, то без проблем. Это должно компенсировать время, которое ты просто сидишь. Как будто я виновата. Вы хоть рекламируетесь? Да, мы там. Мы не там. Заткнись. Какой чувствительный. Еще раз спасибо. Смотри, как здорово вышло. Выглядит круто, чувак. Смотри, он как клеенку сделал. Прикольно. А, это так и делается. Я понимаю, я имею в виду... А, как рендер выглядит. А, то есть, вот со слезами только разговаривали, что со слезами не очень, а вот клеенка прям четко. Пленка. Ну да. Иона, сколько? 120. Сдачу можешь оставить себе. Мне понравился твой набросок. Ну, неплохо. Похоже, у него хорошо получается, не находишь. Это только один день. Но не буду брать. У девушки есть потенциал. Научите читать волны. Помните, о чем мы говорили. Найдите пик и плечо волны. Пусть суть состоит в поиске идеального уклона. Вся суть. Да, вся суть. Как тебе, банан? Было и получше. Бывало и лучше. Что с тобой? Вода становится холодной. Как думаешь, для чего нужен гидрокостюм? Смотрите, смотрите. Смотрите. Хорошая волна идет в нашу сторону. Банан и весло. Не отставайте. Не отставайте от волны. Давай. Ты справишься, Зоя. Вставай, когда будешь готова. Это была хорошая попытка. Но тебе нужно двигаться медленнее и ниже. Как? Сначала перейди в положение лежа и поймай равновесие, прежде чем подниматься. И вставай в более низкую стойку, чтобы не потерять равновесие. Ты стоял слишком прямо. Я не помню, сколько попыток потребовалось. Некоторые говорят, что перейти с вейкбординга к серфингу легко. От скейтбординга до серфинга еще легче. Но не для меня. Видеть, как другим удается кататься на серфе после пары попыток, так же не прибавило мне уверенности. Это только расстроило меня. Черт. Я должна быть хороша в этом. Это все равно, что учиться ходить заново. Оф. О, блин, у всех по-разному получается. Что с тобой? Я в порядке! Я в порядке! Ты сам, кстати, выбрал! Я не успела. Я просто там... Ну да. Так выходил текст. В это время... Блин, да чего? В это было бы легче поверить, если бы я не слышала скрежет твоих зубов. Я не знаю, что там произошло. У меня отличная равновесие. Что на меня все джейт напоминает, блин? Да, я говорю, она очень похожа. В конце концов, у тебя получится. Нужна практика. Что значит ответить? Вот как это распознать? Ну, давай второй. Да, я знаю, ты права. Но я расстроена сама собой. Тебе нужно остыть, девочка. Нет, спасибо. Вода была достаточно холодной. Мне нужно принять горячий душ и выпить девственный напиток в хостеле для девственниц со всеми остальными девственницами. Нет, иди, прими душ, а потом встретимся в баре. Брэд и Иона тоже пойдут. Будет весело. Всем счастливо, услышимся, увидимся. Покедова. Давайте, до скорых встреч. Пока.